Бывают автомобили, которые я без зазрения совести могу порекомендовать друзьям, родственникам. Да что больше говорить, была бы сейчас необходимость поменять машину, вот такую можно было брать бы не раздумывая. Я нахожусь в Chevrolet Captiva 2012 года, машину в исключительном состоянии, и сейчас вы поймете почему. Ну а начну, как всегда, с истории. Я был свидетелем того, как эта машина к нам приезжала. Еще месяца полтора назад. У нас на продаже появилась обалденная Audi A6. Ну, кто смотрит, думаю, помнят. За нее тут целый батл выстроился. Кто-то хотел купить за Nau, кто-то за без Nau, кто-то купил, кто-то лизинг. И приходили ребята на этом автомобиле на обмен. И мы отдали приоритет этой сделке, потому что автомобиль нам очень сильно понравился. Мы поняли, что мы его продадим быстро. Семейная пара совершенно не хотела его продавать, но им настолько понравилась та Audi, которую я показал, что они решили, вот она наша машина, и отдали эту Captiva нам. Буквально за день подготовилась, и сегодня подается в объявление. Кстати, перед тем, как его подавать, уже два человека заинтересовались. Поехали думать, гадать. Чем же так автомобиль этот крут? Ну, смотрите, здесь абсолютно родные все элементы. Подкрасов нет вообще. Более того, автомобиль до сих пор даже в броне. Вот, можно видеть тут пленка. Здесь 2,4 бензиновый двигатель. Совершенно без проблем. Также автоматическая коробка передач, которой у меня нареканий нет. Любитель автомата, я уже понимаю, когда им приходит хана, здесь хорошо. Более того, здесь полный привык. Машина красивая, она смотрится, она едет, она эффект... И она еще на полном фарше, но это в салоне. Darts 10, это ее цена. 12,300. Чтобы вы понимали, это даже меньше середины рынка, учитывая состояние, однозначно порадует своего нового покупателя. Внутрь. Коптива это полноразмерный премиальный кроссовер с огромным багажником. Это можно видеть прямо тут. Здесь инструментарий. И вот тут вот, ребят, стоит газ. Автомобиль объем 2,4 литра. По паспорту расход примерно 10, по факту 11 по компьютеру. Но учитывая, что у вас еще есть газ, кстати, газовое оборудование поставлено недавно. Соответственно, вы будете ехать по цене как 5 литров на сотку на таком автомобиле. Звучит. И что главное, едет. Газ не смущает, он внизу, багажник весь ваш. Премиальность. Коптивы продолжает салон. Здесь у нас мягко, что в принципе редко для Chevrolet. Здесь кожа, кожа. И тут кожа. Кожа отличная. Крепкая. Не стертая. Ну вот как она есть. Полноценное сверблюдо. Зачет. Ну это больше такая декорация. Остановиться сюда я крайне не рекомендую. Но смотрится норм. Чего здесь не хватает, так это, наверное, только электрорегулировки сидений. Все остальное здесь есть. Тоже мягко. Полный электропакет. И вот эта вот шикарная радость впереди. У автомобиля автоматически складываются зеркала. У автомобиля есть омывание передних фар. Хорошая премиальная музыка с большим цветным экраном. Автомобиля полный привод автоматически подключаемый. Соответственно, блокировок здесь нету. Но ты не запаришь. То есть помощь спуска в гору, помощь парковки, антипробуксовочная система, климатическая установка. И вот этот автомат с функцией Типтроника и возможностью экономичного. Также есть подогревы обоих сидений и автоматический электронный ручник. Перед водителем у нас мультируль с возможностью круиза и мультимедии. Лиловая вот эта стандартная американская и шевролешная история с минимализмом. Часики и шикарная посадка. Ты сидишь высоко, садишь комфортно. Кожа, повторюсь, смотри, как новая. Никаких потертостей нету. По высоте место еще валом. По ширине мне хватает за глаза. Машина хорошо. Хорошая динамика автомобиля. 2.4 атмосферный. Простой мотор. Старый, добрый, который катается и цены ему и сноса нету. Вот такая вот история за автомобиль. Обращение к подписчикам. Если я начинаю рассказывать вам какую-то историю, обязательно обратите внимание на этот автомобиль. Ведь эта история рассказывается неспроста. Имеющий уши да услышит. Имеющий разум да поймет этот намек. Автохаус Грант. Шевроле Коптива. В родне. В идеале. Контакты в профиле. Продолжение следует.